Рад вас приветствовать. Прошу. Добрый день, друзья. На самом деле у вас такое огромное количество. А вы знаете же, что многие боятся выступлений. Я постоянно борюсь со своей этой суперспособностью бояться аудитории всю свою жизнь. Поэтому, если что, не судите строго. Друзья, на самом деле хочу поделиться с вами, знаете, таким вот внутренним содержанием то, что мы сейчас делаем совместно с правительством России по поручению президента. Это нацпроект. На самом деле уникальная вещь и вообще в принципе национальный приоритет молодежь и дети. Мы действительно верим в то, что мы живем в стороне возможностей. И правительство, президент любыми такими косвенными или прямыми методами как раз каждый раз нас в этом убеждают и каждый раз объясняют нам, для чего это все. Для вовлечения, для того, чтобы мы с вами действительно комфортно, классно, интересно жили, чувствовали себя полноценно гражданами своей великой страны. Поэтому расскажу, что мы сейчас делаем. Постараюсь быстро, в минут 15 уложиться с тем, чтобы больше поговорить друг с другом. Смотрите, основа всего это на самом деле ценности. Почему? Вот до какого-то момента это была какая-то такая проходная история. Ну, мы же всем, всем нам понятно, что хорошо, что плохо. На самом деле оказывается, что нет. Оказывается, что очень часто, когда начинают какие-то оппоненты работать с негативной повесткой для нас, они как раз и бьют в самое главное, в то, чему мы иногда не уделяем внимания. Каждый раз друг другу сказав, а что у нас главного? А мы какие? Вот мы россияне, мы какие? Мы добрые, мы отзывчивые, мы говорим, что у нас справедливая нация. Это очень важно, потому что мы живем в большом открытом мире, и очень часто то, что мы считываем в виде контента, как бы то, что произведено не нами, очень часто начинает формировать такой диссонанс. Поэтому все, что мы делаем в государстве, мы сейчас полностью базируемся на такой очень важной матрице ценностей. И патриотизм, любовь к своей родине. Знаете, я могу сказать, что до какого-то времени действительно классное мероприятие, если оно веселое, а зачем на нем поднимать гимн, петь гимн или поднимать флаг? Ну, не обязательно. Это необязательная вещь, это такая, наверное, прерогатива только патриотических мероприятий, когда мы все понимаем, а на самом деле это гигиена, абсолютная гигиена. Верить в свою страну, любить свой флаг, знать слова своего гимна, потому что если ты выучишь или ты вникаешь в текст, ты понимаешь, что это все про нас, про меня самого. Поэтому это такая основа, это такой фундамент, на котором мы базируемся. И что же дальше? Сейчас мы формируем большой национальный проект «Молодежь и дети». Уникальная возможность для Федерального агентства по делам молодежи в том, что мы являемся оператором совместно с Министерством просвещения, с Министерством науки и высшего образования и создаем такую связку всех ведомств, как раз направленную на детей и молодежь, на то, чтобы действительно все реализовывалось, все программы, все проекты, связанные со школой, с доп. образованием, с высшими учебными заведениями, чтобы это было связано. Потому что на самом деле, когда мы с вами учимся, мы же не знаем, кто конкретно курирует в правительстве. Это Министерство просвещения, Министерство образования, это Росмолодежь. Нам на самом деле с вами все равно. И вот в этих моментах межведомственного взаимодействия иногда возникают проблемы, стыковки разных проектов и программ, где-то нелогичность возникает. Поэтому для нас национальный проект – это сейчас возможность полностью все увязать и говорить как раз о будущем, как раз о том, чего вы хотите, что нам нужно и что мы должны развивать. И если дальше уходить в цифры, то на самом деле это национальный проект практически про всех. Это 50 миллионов человек – это молодые люди. А если мы говорим о семьях, о том, на кого он направлен, то это на самом деле о каждом из нас, о всех возможностях, которые могут быть реализованы у нас полностью в стране. Ну и для нас на самом деле очень важно – это как раз увидеть каждого. Увидеть родителей, увидеть наших защитников, увидеть преподавателей, для того, чтобы каждый понимал свою субъектность и то, что огромные усилия государства, они как раз направлены на каждого из вас. Вы знаете, как мы себя меряем? Мы на самом деле говорим постоянно о таких изменяющейся логике, как мы себя меряем. И если когда-то это было количество мероприятий, количество каких-то событий, ну то есть в штуках, то сейчас это исключительно мнение. Это мнение людей, это социология. Если вы обратите внимание, то вот действительно за последний период, с 2018 года, с 2006, с 2013, у нас просто бурный рост позитива, веры в возможности самореализации в стране. Это как раз связано с тем, что эти программы, они вовлекают, они помогают, и мы являемся участниками процесса. Я до недавнего времени был руководителем российского движения детей и молодежи, и могу сказать же, что основная такая амбиция создавать неформальное, создавать честные системы. Не то, чтобы нужно было просто там формально что-то сделать, а стараться делать это совместно. И принципы вкладывать. Соавторство делаем совместно, делаем вместе, а не вместо. Это формат создания пространств, где нас с вами не оценивают, а именно ценят. И это куча программ и проектов, которые позволяют увеличивать вот это вот сплочение и отношение друг к другу с точки зрения... Вот именно... Это же государство, это про нас, и невозможно, чтобы были программы и проекты отделены от нас с вами. Но при этом очень часто, если кого-то из вас не спросили, то это не ценно, и вы не понимаете, а вообще это тебе нужно или нужно. И научиться государственным органам, государственным институтам разговаривать напрямую, это тоже очень такая... Это большая работа, и не всегда получается, но мы к этому стремимся, и это является таким основополагающим... Основополагающей задачей для всех для нас. Вот в общем, про вызовы, которые стоят... Я начал с точки зрения внешнего влияния. На самом деле это существенно. Вот любое решение, которое принимается внутри государства, если оно невыгодно соседним государствам, что с этим делают? Начинают с ним бороться, в том числе через общественное мнение. А когда начинаешь разбирать с точки зрения политологии, с точки зрения вообще фактических интересов, то ты немного понимаешь, что стоп, действительно, суверенные задачи внутри одного государства, они иногда не совпадают с интересами каких-то других государств, которые, например, борются за ресурс, борются за людей, за каждого из вас. Если поговорить честно, то у нас с вами огромное... В государстве у нас очень серьезный такой крен, у нас социальное государство. Каждый из нас с вами родился в бесплатной больнице. Каждый из нас прошел обучение среднее, высшее, высшее, кто-то платно, кто-то бесплатно, но по сути, по большому счету, если пересчитать, то с огромным дисконтом государство постоянно вкладывает в каждого из нас. И если вдруг в какой-то момент кто-то решил уехать, то это моментальный убыток. Все вложенные средства экономики нашего государства, они обнуляются, а другая экономика получает в этот момент бесплатный ресурс. Тебе не надо было ничего делать. Тебе не надо было ухаживать за этим ребенком. Тебе не надо было делать, чтобы он выжил и его лечить. Тебе не надо было его мотивировать, обучать и все остальное делать. Ты получаешь просто на халяву невероятный ресурс умного инженера, умного программиста, крутого человека, который как раз будет вкладывать в свою экономику. На самом деле это не праздный разговор, а это все то, на что направлены в том числе проекты и программы государства для того, чтобы жить вместе, развивать свою страну, для того, чтобы гордиться и видеть перспективу, видеть будущее и видеть то место, где твои дети будут жить. Поэтому есть набор вызовов, с которым мы работаем и создаем образ результата по реализации тех национальных приоритетов, которые есть. Вот это таких 8 показателей задачи. Просто они могут быть скучными, грустными, но я хотел вам показать, потому что это все про нас с вами. Это и про обучение, это и про обучение, в том числе и граждан Российской Федерации, привлечение иностранцев в Россию. Это и про увеличение социального оптимизма с точки зрения веры в будущее. Ну и в том числе уже про конкретные группы людей, в виде педагогов, которые тоже, как педагогические работники, всех уровней образования должны проходить дополнительное обучение и увеличиваться, улучшаться. Хотел отдельно показать, обратить внимание на некоторые факты, которые мы, честно говоря, я в какой-то момент, когда начал готовиться, начал задавать вопросы, говорю, да ладно, ребята у нас большой командой занимаются добровольчеством, и есть у них большие победы с 2014 года, это уже огромная такая армия людей, которые участвуют, которые помогают, и мы с вами участвуем. Во-первых, если говорить о добровольчестве, то это непосредственный вклад в экономику, и реально ребята считают все те усилия, которые мы с вами предпринимаем, как вклад в экономику. И на самом деле уже ребята больше 10 лет развивают платформу, которая, оказывается, у нас одна из самых лучших в мире. Я даже сам, потому что так сходу не поверил, подумал, что так, завиральная какая-то история, но посмотрел, есть несколько платформ, в том числе международная платформа одной из организаций ООН, где ежедневная, еженедельная посещаемость платформы намного ниже, чем у нас. Поэтому мы очень серьезно можем гордиться той инфраструктурой, которую действительно ребята создают. Но если обратите внимание, что сейчас у нас 28% людей, которые занимаются добровольчеством, а у нас амбициозная задача довести этот показатель до 45%, как это уже поручение президента, к которому мы будем стремиться. Что такое молодежная политика? На самом деле молодежная политика, почему мы говорим сейчас про объединение усилий, это про все. Это про всю инфраструктуру, это про отдельные молодежные центры, патриотические, дома детского творчества. Это все то, что мы сейчас активно или восстанавливаем, или приводим в порядок с точки зрения программ, проектов, для того, чтобы все было одной красной линией пронизано и для того, чтобы каждый из вас мог знать в режиме даже такой элементарной доступности, куда можно прийти, куда обратиться и сделать то, если вы чего-то хотите сделать, будь то добровольчество, будь то творчество, будь то наука или любой интерес, который у вас есть. Поэтому мы это концентрируем в этих точках притяжения. Вообще логика воспитания. В какой-то момент реально было ощущение, что вообще воспитанием никто не занимается. Это, знаете, про поговорить. Я как-то участвовал во встрече, и мне задают вопрос, это было в Калининграде, когда, слушайте, а как вы относитесь к разговорам о важном? Ну, мне, так, знаете, это же всегда, если ты думаешь, так, если вопрос про разговор о важном, то провокация, да, то есть как ты можешь относиться. То есть есть сложившийся стереотип такого, как какого-то там негативного отношения, и это может быть связано с там на старте, это как-то сложно было организовать или там сложно было сделать так, чтобы информация была легко доступна. А на самом деле это же правоспособность поговорить со своими детьми. Государство хочет поговорить со своими детьми и объяснить, чего оно думает про те или иные события, про то, что хорошо, что плохо, то любую информацию, которую можно просто вынести с тем, чтобы не через средства массовой информации, не окольными путями, не спрашивая у дяди у подъезда где-то, потому что кто его знает, какая там экспертность или какое у него мнение по этому поводу, это возможность просто поговорить. Вот и отдельные организации вроде Движения Первых, они создаются для того, чтобы вовлечь, вовлечь в позитивную деятельность и дать, самое главное, дать полезные навыки для жизни, объяснить, рассказать и, самое главное, вовлечь в любую деятельность. Вот я, например, никогда в жизни не трудоустраивался на работу через объявление. Честно говоря, потому что есть, в моей жизни работает формула, когда ты кого-то знаешь, ты что-то начинаешь делать, тебя узнают люди и постепенно, 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 постепенно ты уже в команде или там даже если ты приходишь или переезжаешь в какое-то другое место, ты умело… Так, что-то происходит. В следующий раз вы предупредите меня, потому что я, может, я испугливый. Вот. Спасибо. Вот поэтому для меня любая история работы с точки зрения профориентации или каких-то организаций или движений, это, знаете, это такая труба. Вот ты попадаешь в трубу, и у тебя есть максимальное количество касаний, ты должен сделать. Вот здесь в одном мероприятии поучаствовал, здесь пошел, с кем-то познакомился, попробовал себя в творчестве, не получилось или не твое, попробовал себя в спорте, дальше, 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 и в конце концов ты находишь себя, ты находишь людей, которые тебя знают, ты узнаешь людей. И вообще, в принципе, понимаешь, а кто ты такой. Вот я задаю каждый раз вопросы. Вот Гриш Агуров, вот он мог бы быть водителем поезда, машинистом поезда? Вот, наверное, мог бы, но только если бы у меня была возможность попробовать поводить поезд. Вот никогда. Рядом, где я жил, не было железной дороги. Я ее не видел, не понимал, что это может быть. И дальше ты начинаешь вот исти и пробовать. Вот, например, движение первых, это для меня в том числе, для членов большой команды, которые мы это создавали, это возможность придумать разные направления для того, чтобы каждый из нас мог что-то попробовать и искренне принимать решения, чем бы дальше он хотел заниматься, в какой университет поступить, что сделать, вообще кем быть, жить в каком регионе нашей страны. А здесь как раз эти все проекты, они помогают в том числе и попутешествовать, в том числе и узнать университеты. Например, форумная компания «Росмолодежи», где там больше миллиона человек ежегодно, это в том числе в разных концах нашей страны, разные форумные площадки, куда съезжаются, узнают друг друга, получают дополнительную информацию, какие-то образовательные программы и в том числе смотрят на инфраструктуру вокруг, чтобы было интересно. Всемирный фестиваль молодежи, который мы провели, большая команда, это не только команда «Росмолодежи», это и «Сириус», и «Минобор», и «Минпросвещение». Знаете, вот есть у нас одна особенность, когда начинаются какие-то крутые, большие проекты, ты всегда думаешь так, вот получится, не получится. Как можно провести огромное мероприятие международное, когда у нас санкции, когда все за границей нашей страны рассказывают о том, что страсти-страсти, не приезжайте или сделайте так, чтобы они почувствовали себя одинокими, но не тут-то было. У нас 10 тысяч человек было только иностранцев, это 190 стран, да, безусловно, из каких-то стран, по несколько человек, особенно недружественных, но массово европейцы, Северная Америка, Южная Америка, весь Восток, Азия, это все те страны, которые у нас были, и с которыми мы сейчас продолжаем полностью все отношения. Это очень интересно. По поручению президента у нас теперь будут такие события вести. Каждые 6 лет это будет огромное событие на 20 тысяч человек, каждые 3 года это будет 10-тысячник, и каждый год при этом мы собираемся делать такие тысяч-тысячники, к которым мы уже готовимся на следующий год. На самом деле, коллеги, я, друзья, я хотел быстро рассказать о такой экосистеме для того, чтобы с вами поговорить и поотвечать на те вопросы, которые могут быть у вас. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, давайте, вы скажите мне, как... Здравствуйте. А, хорошо. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Григорий Александрович. Меня зовут Елизавета. Я ученица школы 1155, 7-го В-класса. Я бы хотела задать вам такой вопрос. Что, по-вашему, мешает молодому поколению в России решаться на рождение детей? И как вы видите решение этой проблемы? Понятно. Спасибо. Знаете, слушайте, ну, да, тема же сложная. Мне, тем более, как мальчику, знаете, так очень легковесно вам, как девушке, это говорить, потому что у меня есть семья, и у меня двое парней. Одному 5 лет, другому 11 лет. И вопрос такой, что, честно говоря, я вот, давайте, я через себя. Я никогда не думал, что я могу быть один. Потому что само создание семьи, оно, вот у нас даже был на старте с моей женой, с Леной, вот такой разговор, когда, вот мы создали семью. Я говорю, ну, для меня семья – это когда еще кто-то появится. Она в какой-то момент не понимала этого, и мы, ну, ну, а для меня это почему-то было само собой разумеющееся. А что я могу сказать сейчас? Иногда это очень сложно. Честно говоря, с точки зрения взрослого человека, когда ты смотришь, ты понимаешь, что это же, как сказать, вот это история какого-то альтруизма. Потому что все, что ты делаешь, ты делаешь за счет себя. Вот я сегодня с утра встал, и у меня младший Давид с плохим настроением. Я думаю, да черт возьми, я взрослый человек, у меня хорошее настроение, у него плохое, у этого малыша, и он его создает, и все. То есть надо с ним поговорить, надо рассказать, слушай, перестань. Вот мы сегодня встали с ним с утра и говорили, вот смотри в зеркало. Почему? Вот ты хочешь быть таким? Нет. Давай, и не будешь нам портить, давай вместе жить. Я к тому, что это каждый раз вопрос альтруизма, но который должен быть. Потому что ты задаешь вопрос, а для чего вообще все, в принципе? Ну хорошо ты пожил, ты развлечений куча, ты попробовал, ты там стал профессионалом. А дальше возникает вопрос, а передать навык, а рассказать, а объяснить. А знаете, как круто, когда есть человек, который на тебя похож. То есть я встречаюсь со своим отцом, и когда младший на него похож, но это просто стоит всего мира и вообще жить стоит. Поэтому нужно заводить семью, нужно рожать детей, потому что это помогает тебе развиваться, это помогает тебе становиться лучше, это помогает тебе на самом деле становиться тем человеком, которым ты хотел бы стать. Действительно это тебя просто мотивирует. Я не вижу проблем, потому что сказать, что сначала нужно... У нас может быть, знаете, мы же можем с другой стороны обсуждать. Слушайте, а вот у нас не хватает садиков, например, или там дети в каких-то регионах учатся в две смены, а хотелось бы более комфортно что-то иметь. Ну, во-первых, этим мы занимаемся, и этому уделяет огромное внимание президент и правительство. Это постоянно-постоянно улучшается. Мы строим ежегодно кучу школ, мы занимаемся. А во-вторых, на самом деле я понимаю, что каждый из нас, создавая свою маленькую вселенную, от него зависит, насколько ты можешь взять эту на себя ответственность и завести детей, потому что это действительно ответственность. Не вижу проблем каких-то вот таких, чтобы сказать, вот почему молодежи, например, трудно или сложно. Все всегда сложно. Вот я когда женился, я говорю, в первый год моей жизни с женой, это был сущий ад, потому что это другой человек, потому что мы никогда вместе не жили, потому что это любовь, и любовь помогает знакомиться друг с другом, любовь помогает дальше друг с другом вместе жить, но это всегда сложно, это непросто, но это стоит того, я могу точно сказать. Спасибо. Спасибо, друзья. Следующий вопрос. Прошу. Да. Григорий Александрович, здравствуйте. Меня зовут Милана Хаметова, я блогер. Представьте, что... Та самая Милана Хаметова? Да, я не думаю, что тебе нужно представляться, да. Представьте, что вам дали возможность решать любые вопросы молодежи одним щелчком пальца. Скажите, с чем бы вы в первую очередь справились? Ты знаешь, Милан, на самом деле я когда задаю себе вопрос, тем ли я делом занимаюсь, нравится мне это или нет, я отвечаю положительно для себя, потому что я... Вот у меня самое главное, что мне хочется делать, это меньше, чтобы было меньше формализма, патернализма и с тем, чтобы меня слушали и слышали. Вот я всегда, меня раздражало в школе, что ты иногда чего-нибудь пытаешься сказать, а тебе говорят, слушай, твое место пятое, да. Вот сиди, давай мы уже знаем, как это сделать. Меня просто это бесило с точки зрения взрослых. И я, вот занимаясь молодежной политикой, для меня это возможность менять то, что мне не нравится или то, что я считаю неправильным или нечестным. Поэтому вот самый главный вызов, который у нас есть, это формализм, который бы я, вот честно говоря, взял и отменил. Но уверен, что вот так вот, честно говоря, не получается, но мы над этим серьезно работаем, и это когда-нибудь исправится. Спасибо большое. Спасибо, Милан. Сколько у вас подписчиков в социальных сетях, Милан? Много. Сколько? Неплохо. Ну, если считать во всех соцсетях, то около 20 миллионов. Милана, послушай, у меня маленький телеграм-канал, 20 тысяч человек. Тебе придется меня репостнуть. Я не против. Договорились. Друзья, прошу, еще вопросы. Здравствуйте, Георгий Александрович. Меня зовут Горелышева Алиса. Я из города Кирова, ученица 48-й школы. Мой вопрос звучит так. Какой самый лучший совет вам дали в жизни, который принес хорошие результаты в жизни и в работе? Лучший совет. Лучший совет. Ты знаешь, у меня есть такое внутреннее ощущение от людей или от книг иногда. Бывают книги, которые… И я когда-то давно читал Эрих Мария Ремарк на Западном фронте «Бесперемен». И там было несколько таких высказываний, прямая речь героя, которая, в принципе, мне запала на всю жизнь. И там общая логика – это про то, что, знаешь, связано с жизненными ситуациями, с которыми ты должен до конца помогать людям, если им это нужно. Но если у тебя не получилось, ты должен идти дальше, и тебе нельзя оглядываться, потому что это может навредить тебе. Я вот этой формулой пользуюсь, что максимум, что от тебя нужно сделать, ты обязан сделать, но если вдруг уже поздно, то очень важно продолжать свой путь. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос, прошу. С левой стороны. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я учусь в РАНХИКС по направлению внутренняя политика и лидерство. Поэтому, Григорий Александрович, я хочу вам задать такой вопрос. Как вы считаете, какую роль молодежь играет в формировании государственной политики Российской Федерации? Неплохо. Да, честно говоря, основную. Потому что у каждого из нас с вами есть одно свойство – стареть. И мы сегодня с вами молодежь, а завтра каждый из вас уже лидер своего направления. И все зависит только от вас. Я искренне уверен, что все зависит от молодых людей. И как только появляется безумная энергия, и у нас с вами есть одно свойство – это то, что каждый еще не знает, чем бы он хотел заниматься, и не знает, где можно совершить ошибки. Поэтому идет туда, где опытный человек, думая, что уже там ничего невозможно исправить, туда не идет. И, как правило, у молодых людей всегда все получается. Поэтому это основное. Молодежь – это вообще центр развития любой цивилизации. Спасибо за ответ. Идем дальше. Видим вас. Здравствуйте. Меня зовут Рязанова Татьяна. Я являюсь основателем сервиса «Кетистра» и представителем молодежного предпринимательства в России. В прошлом году, в 23-м году, я выиграла грант от правительства Российской Федерации. И сейчас мы уже развиваемся в четырех городах – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Вообще, я сама из Тюмени, в Тюмени же выигрывала от инвестиционного агентства грант. И у меня такой вопрос. Какие бы вы дали рекомендации молодому предпринимателю, чтобы стать лидером в сфере и быть лучшим на рынке? Спасибо за... Есть один нюанс. Я никогда не занимался предпринимательством. Поэтому я не могу дать никакой совет вам, потому что у вас опыт намного больше, чем у меня. Я только навредить могу. Спасибо большое. Но я единственное хотела бы, наверное, узнать, как у нас есть Росмолодежь, и есть много проектов, которые помогают как раз таки молодым предпринимателям. И многие ребята просто даже не знают, что они существуют. Может быть, вы бы могли посоветовать какой-то проект, чтобы ребята про это знали, и у них была уверенность, что они обратятся и, например, могут одержать победу и начать свое дело. Вы знаете, тут есть... Мы действительно, в Росмолодежи есть большое направление, связанное с предпринимательством, и оно на 50% образовательное, на 50% как раз акселератор, который помогает знакомиться с уже состоявшимися предпринимателями и создавать сообщества для того, чтобы они друг друга поддерживали. Мы действительно сейчас очень много внимания уделяем информационной работе для того, чтобы больше людей узнавали. Но мы активно работаем совместно с банками и разные точки притяжения, типа там точек роста, точек кипения, которые создаются там, делаем программы. Но мне кажется, одна из наших первостепенных задач связана с такой пропагандой и возможность показать успешных людей предпринимателей, потому что, честно говоря, предприниматель – это человек, меняющий мир вокруг себя, который берет ответственность, который идет, который рискует, но при этом очень часто создает целые индустрии у себя в маленьком муниципалитете, в большом городе и вообще в государстве. Поэтому поддерживать предпринимательство нужно. Знаете, мы в какой-то момент, когда в движении первых начали запускать предпринимательское направление, единственное, столкнулись с тем, что решили сделать шаг назад и начать учить проектному мышлению и формированию проектов. Потому что, чтобы прийти к предпринимательству и что-то сделать, нам нужно еще очень много внимания уделить вообще проектам. Вообще, а как формировать проект, а как сделать бюджет, а как посчитать, а как найти партнеров, а как взять вот эту ответственность или, возможно, правильно, сколько ты можешь потерять денег, сколько не можешь потерять, чтобы потом в убытках не был ни ты, ни твоя семья. Поэтому вот мы уделяем внимание сейчас больше еще на уровне детей, вот работе с проектами и дальше уже с предпринимательству, но в части акселерации или образования. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Прошу, ребят. С правой стороны. Юрий Александрович, здравствуйте. Да. Меня зовут Саш Тугарев. К счастью, мы с вами знакомы. Да, с вами. Совсем недавно я поступил на менеджера социокультурной деятельности. И хотел бы узнать, какие вы можете дать советы для завлечения молодежи современной в молодежную политику. Так как мы знаем, что, конечно, к счастью, сейчас процент молодежи, которая в это все вовлечена и заинтересована, растет с каждым годом. Но, к сожалению, процент не настолько большой, как хотелось бы. Просто хотелось бы узнать, как рассказывать ребятам о том, что это реально круто и какие большие возможности это дает. Саш, да, только своим примером и только, наверное, вот логикой, когда мы показываем героев, показываем людей, которые сами всего добиваются. Мы тебя, когда звали на наблюдательный совет движения первых, то есть это же вопрос про вас совместно с мамой и успешные люди, которых показывают и твои сверстники тоже на тебя смотрят. Поэтому, на самом деле, так как мы говорим, что молодежная политика везде, мы формируем такое бесшовное пространство и как раз поддерживающее в том числе пространство, когда ты можешь узнать о том, кем ты хочешь быть, что хочешь делать, куда пойти. Но при этом это должно держаться на таких ребятах, как ты, которые всем вокруг тоже об этом рассказывают. Только через себя, через собственный пример, через создание своего сообщества. Спасибо большое, Григорий Александрович. Давай, Саша. Рад. Дорогие друзья, прошу вас. Здравствуйте, Григорий Александрович. Я Дорогова Дарья, и я являюсь членом молодежного парламента города Москвы. Я хотела, во-первых, поблагодарить вас за прекрасное и интересное выступление, а во-вторых, задать вопрос, что является вашим личным стимулом для развития и для реализации крупных молодежных проектов? Я тоже был в молодежном парламенте. Когда-то давно у себя в Ставропольском крае. Что я могу сказать? Давайте так. Он простой и сложный вопрос. Я, Григорий Гуров, живу в своей стране. Понимаю, что мы как-то обсуждали, когда проекты какие-то делаем, обсуждаем, какие общие черты у молодого человека и государства. И то, и другой хотят развиваться. Развиваться, улучшаться, расти. И на самом деле это про то, что всегда есть какой-то формат соревнования. Тебе хочется быть лучше. Не лучше кого-то, а лучше себя прежнего. Для меня это такая важная амбиция внутри постоянно. Если ты чего-то не умеешь, это попробовать или что-то сделать. Вот это такая внутренняя задача, которую хотелось бы всегда реализовывать. Если ты видишь, что чего-то нет. Для меня, например, добровольчество, я начинал с экологического отряда, когда я понимал, что почему-то у нас не убирают или я хочу посадить деревья. И вот мы начали брать, очищать водоемы, сажать деревья. Это мне добавляло энергии, потому что я, честно говоря, чувствовал себя в какой-то момент хозяином своего лесного пруда, который никто никогда не очищал. Был только я с командой, которые туда раз в год приезжали и полностью собирали мусор и убирали. И мы были полноправными владельцами вот этого небольшой такой экосистемы. Для меня вот это важное, когда ты можешь попробовать, у тебя может не получиться, а если не получилось, то это и еще лучше. Это, знаешь, это и про формат пробежать марафон, это и куда-то съездить, и посмотреть страну, и попробовать плыть, прыгать, заниматься разными видами спорта. Это про создание каких-то других проектов, амбиции, создать что-то интересное, что-то лучшее, что-то честное. Это вот все про историю стать лучше, а я уверен, что если каждый из нас сами лучше станет, чем ты прежний, то у нас будет еще лучше государство, еще сильнее нация, еще сильнее экономически, и тогда мы будем задавать тренды. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, прошу. Григорий Александрович, здрасте. Резин Константин, первый курс госминиципального управления Высшая школа экономики Москвы. Такой вопрос. Какие возможности для идеологического воспитания молодежи есть у нашей страны в настоящий момент? Благодарю. Так, вот они, все возможности. Общество знания, движение первых, Россия страна возможностей, университеты, мы с Вами, это все наши возможности. Да. Как-то так. Спасибо. Еще вопросы, друзья? Здравствуйте. Да, я прошу прощения, мне хочется извиниться перед первым рядом, не я здесь руковожу, вы видите же. Давайте. Сейчас мы всех охватим, и давайте попросим наших модераторов не только вот средние ряды и на Камчатку направить. Здесь есть и первые ряды по блоку. Давайте, прошу. Здравствуйте, меня зовут Надежда Румянцева, я член Совета Первого городского округа Балашиха, и мы всегда проводим какие-то интересные мероприятия, и хочется спросить, какие форматы наиболее эффективные по работе с молодежью? Слушай, ну вот вы участвуете в мероприятиях, для меня самые главные эффективные, это там, где что-то можно вот лично в том числе получить. Это и навык работы в команде, это и вот мы там, если ты из движения, ты знаешь, там, это и оказание первой помощи, это вот сейчас мы там очень крутую зорницу делали, где можно было полетать, попробовать себя там разведчиком и так далее. То есть мне очень нравится научное направление, которое мы сейчас развиваем, поэтому исключительно, то есть вот навыки. То есть мы когда задавали вопрос, а про что движение первых, мы в какой-то момент поняли, что, слушайте, это про способности, способность оказывать помощь в широком смысле слова, способность любить родину, способность найти сторону света в походе, способность повести за собой людей, это про это. Движение первых, мне кажется, это про все абсолютно. Ну, в том числе, да. Про все хорошее. Да, про все хорошее. Можно? Добрый день, Григорий Александрович, меня зовут Дарья Белодедова, я студентка первого курса факультета политической журналистики президентской академии. У нас в России существует конкурс «Большая перемена». Я не понаслышке знаю о том, какие возможности он перед подростками открывает. Это крупнейший конкурс в нашей стране, поэтому я хочу поинтересоваться, будет ли шестой сезон, и возможны ли в дальнейшем проекты, похожие по масштабности? На самом деле, «Большая перемена» — это действительно очень крутой проект. Я когда с ним познакомился и познакомился с командой ребят, которые делали, я был поражен, потому что там огромное количество вот таких вот артефактов внутри, которые создают вот это вот честное пространство. Поэтому шестой сезон по-любому будет. Сейчас «Большая перемена» становится полноправной частью движения первых, но конкурс сохраняет свою самостоятельность, он будет продолжаться. Мне кажется, что очень классной платформой, где сосредоточены все конкурсы, является «Россия – страна возможностей». Вы не понаслышке знаете, ваш ректор руководит этой большой организацией, поэтому там много всего, что уже создано и что очень активно развивается. Поэтому «Большое перемене» быть. Я думаю, что еще огромное количество конкурсов, которые я даже не могу сейчас представить, они тоже будут. Благодарю за ответ и, пользуясь возможностью, приглашаю вас на «Медиа-неделю» в президентскую академию. Когда? Весной будет. Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос, друзья. Здравствуйте, Григорий Александрович. Меня зовут Макар. Я слабо слышу, я плохо слышу и в трудном понимании, что вы говорите. У меня вопрос, я часто стараюсь участвовать в равных активных движениях и Росмолодежи. И наши глухие ребята и слабо слышу тоже активно участвуют. Там я участвовал на форуме «Машук» в прошлом году. И мне было очень сложно, чтобы мне дали переводчиков жестового языка, чтобы я понимал всю информацию и ее получал. И очень хотелось бы попросить вас посодействовать и, наверное, спросить у вас, почему так сложно в наше время делать Росмолодежь более доступной для гусейких, львов-слышек и для остальных граждан инвалидностью. Спасибо. Ты по губам понимаешь? Да, я по губам. Смотри, это наша беда. В том, что иногда, когда это не касается тебя, ты не понимаешь, что нужно. Я искренне прошу прощения, потому что искренне, например, считаю, что должен быть сурдопереводчик. И мы в движении первых начали пробовать и создавать. Мы отдельный департамент даже сделали равных возможностей для того, чтобы делать все проекты и учитывать особенности. И знаешь, меня поразило два года назад, когда делали фестиваль, когда для ребят поставили сцену. И когда я увидел слабослышащих ребят с родителями, которым переводили все, что поют на сцене, честно говоря, прям слезы были от того, как я увидел глаза родителей, которые увидели, что их детей наконец-таки видят, и отношения меняются. Поэтому я принимаю это как поручение. Мы будем стараться и исправлять, потому что мы на форумной кампании отдельно делаем доступную среду, чтобы разные ребята даже с малой мобильностью могли учитывать. На отдельных событиях делаем, обязательно будем усиливать. Знаешь, у меня в какой-то момент была амбиция переделать сайт для слабовидящих, например, ребят, но оказалось, что настолько сложно, и он постоянно там вылетал, поэтому до конца не реализовали. Но беру это как задачу, будем стараться быть лучше. Очень здорово, что звучат такие вопросы, пожелания, потому что не секрет, что Григорий Александрович только вступил на свою эстезю, да, президент, представители правительства поручили вам одно из важнейших направлений в развитии нашей страны, и, конечно, когда в живом общении поступают такие пожелания, предпочтения, проекты новые, это очень дорогого стоит. Какой вы видите все-таки свою главную задачу на действительно важнейшем направлении, за которое теперь отвечаете? Знаете, я искренне считаю, что нам нужно вовлечь максимальное количество молодых людей в те проекты и программы, которые мы реализуем. То есть наша задача, и одна из таких основных задач, которую мы решаем, это вот это межведомственное взаимодействие, когда Росмолодежь является проводником смыслов детей и молодежи и помогает правительству быть ближе к молодым людям. А вторая задача, наверное, такая вот важная, это такое после наших проектов постсопровождение, сопровождение, научиться сопровождать друг друга, помогать, знать друг о друге больше информации и быть полезным, в том числе в трудных жизненных ситуациях, в том числе где-то проактивно подсказывать, в какой момент можно прийти на какую-то стажировку, в какой момент грант где-то получить на реализацию того или иного проекта, где встретиться с кем-то и получить наставника. Поэтому наша задача вот сейчас доформировать эту систему, когда сопровождение будет одним из таких главных ключевых трендов продолжения. Но я могу сказать, что у нас, знаете, мы иногда к себе очень не объективно относимся, а иногда нам нужно внимание и такой сторонний взгляд со стороны, чтобы понять, что у нас на очень высоком уровне находится вообще социальная политика, молодежная политика. Знаете, я и по таким рабочим задачам, и по нет, был во многих странах мира, и иногда ты смотришь со стороны и думаешь, да что ж такое вложили нам в голову когда-то, что мы сомневаемся в себе и думаем, что а где-то лучше, а что-то лучше. На самом деле надо больше верить в себя. При этом, безусловно, нельзя успокаиваться ни в коем случае, но тем не менее с уважением относиться к себе и к своей стране. Спасибо вам большое. Мы все искренне желаем вам успехов. Друзья, Милана меня потом репостнит, а если кто-то хочет задать вопрос, вы просто напишите мне в комментарии в Телеграм, я обязательно отвечу. Хорошо? Спасибо вам большое. Так говорили.